Господин Хороший Ирина Прохорова Она вот как-то вызывает доверие Вот кто бы мог выстрелить так Вот здесь оппозицию подпускают К центральным телеканалам Но Ирина Прохорова, она же выстрелила С Михалковым Эти же дебаты запомнили все Она была единственной, кто смогла прямо То есть ты считаешь, если бы ее дальше запускали Да, вот если бы ее запускали Мог бы расти ее политически Причем именно на первом и втором канале А тебя не смущает, что именно Скажем, она как раз про политику не говорила И в этом смысле ее рейтинг Если, знаешь, вот я по своей практике После политики Как успешная женщина Я поняла, чем меньше говоришь О политике Тем больше хороших вещей Может донести на человека Это правда, но мне кажется, все-таки у нее нет Политических амбиций, никогда не было прямых Поэтому она может стать успешным Поэтому она и может стать успешным Это перевернувшись сегодня Это оппозиционная телепрограмма Давайте строить Кого еще? Вот мне, например, кажется, что многим оппозиционным лидерам Хорошо, что их не допускают до центральных каналов Потому что при большом их количестве в эфире Мне кажется, их слава бы померкла А загадочность и недосказанность И запрещенность больше льют на их мельницу Если мы вспомним конец 80-х То как раз, скажем так Людей, которые стали Ну, славны И мгновенно Ну, тогда не было слова рейтинг Да, не было социологии Но они стали действительно топовыми людьми Они, в общем, принадлежали к оппозиции Нет, я говорю о конкретной оппозиции Допустим, тот же, если говорить о Навальном Чем больше интервью Алексея Навального я читаю Тем меньше он мне нравится Так, есть какие-то... А у Навального вообще... Социология об этом же говорит тоже Социология говорит о том, что у него известность растет А популярность падает Поэтому это действительно есть такое Но, мне кажется, он демагогический такой Ну, это хорошо очень, демагог Потому что девизный демагог Это, собственно, тот, кто разговаривает с народом Поэтому демагогия, она неотделима от демократической политики Но, мне кажется, он перегибает Слышится какая-то фальшивая нота Теперь он называется русским националистом А известна одна из его таких фанаток Евгения Альбац Вы можете поверить в искренность национализма человека В которого фаната является Евгений Альбац У меня вопрос к Максиму Галкину Максим, ярких политиков вы пародируете Есть ли сейчас уже среди оппозиции Кто-то созревший до пародии, например? Кстати, да, хороший вопрос Ну, честно говоря, нет Почему? Потому что это замкнутый круг Вот вы говорите, что многие оппозиционные лидеры Оторваны от федеральных каналов Но, в принципе, у них довольно малая аудитория узнавания Можно изобразить кого угодно Но мне же нужно еще найти общий язык с теми зрителями Которые приходят на концерты, голосуют билетом Чтобы они поняли, о чем идет речь Я вам могу сказать, что в свое время Я начал изображать Виктора Степановича Черномырдина На Царство Небесное До того, как люди поняли, над чем смеяться То есть я уже изображал вот эту невольную афористичность И косноязычие А люди еще не понимали, что над этим надо смеяться И только через где-то полгода Это понимание пришло И я очень хорошо помню четырехлетие партии «Яблоко» Где я выступал с различными пародиями В том числе впервые на Черномырдина И вот по осциллограмме шли децибелы смеха Потом такой был провал на Виктора Степановича Потом снова смех-смех Потом, правда, вообще загорелся занавес И прошло полгода И вдруг все осознали, что это весело Что это смешно Сейчас вообще очень сложно И большое количество, кстати, интернет Всяких мемов, шуток и всего Это тоже немножко так мешает размывать Забирает функции у юмора Это очень сложно Поэтому я не знаю А Ксению Собчак, можешь исправить? Господи, ее так в реальности много Что если еще пародии добавить Это... Ребят, вообще так грустновато Но неужели, вот я говорю Это действительно объективная, так сказать, реальность Действительно оппозицию не подпускает В самом деле к центральным телеканалам Но вот я вот сейчас надеялся, что Какие-то персонажи Давайте кого подпустим, ребят Чтобы, ну, просто грустно Я, я веду, у меня, может, масса кандидатов Но я ведущий Я не могу навязывать свое мнение Ну, как бы... В американском телевидении В профессиональном жаргоне Есть такое понятие, как Внешность для радио Вот Ну что, здесь никого нету, что ли? В кандидатах? Нет, ну почему? Все есть В оппозиционной телезвездке Все есть, но все в Твиттере Давай, называй Ну, я тебе говорю Навальный все равно звезда Если его выпустить на дебаты Против Окей Вот здесь за этим За этими двумя столами И за третьим, да? Мы пытались Ну, как бы из него сделать звезду Ни фига у нас не вышло Не получается, да Правда Это хорошо Я все очень хорошо Это означает, что наступило время Институтов Хотя бы в оппозиции Когда от человека ничего не зависит Главное, чтобы было много Нормальных людей вместе Рин Это мечты Это не о политике Это не о популярности Это чтобы движение было популярным Нужен лидер все равно Личность нужна Люди верят в личности И вот такое, как бы А вот, кстати, в оппозиции Проблема не только в этом Она еще в том, что они все время же Ссорятся с друг с другом И... А вы в этом все еще помогаете? Да ну, господи Им и помогать-то в этом не надо Ссорятся друг с другом Давай, слушай, повернем тогда Повернем, хорошо Окей С героями телеэфира оппозиционного не получилось Теперь давайте Обратите внимание, как в Украине получилось Обратите внимание, как в Украине получилось В свое время Тимошенко, уж на что она яркая, жесткая Она согнула себя Ну, конечно, ей помогли тоже советами И они сделали ставку на Ющенко Но Ющенко, он никакой, как личность Ничего Решение было принято Сделали на него ставку Двинули через его, через все Потом, правда, сильно об этом пожалели Но все равно В свое время, во время ранжевой революции Они смирили все свои амбиции И работали только на одного Наша позиция не способна Юлию Владимировну я изображал Когда вот это было актуально Я прямо на украинском языке Отвечая на вопрос Юлию Владимировну я изображал Тимошенко Повернем тему героя Давайте Тут нифига у меня с лидерами не получилось Давай так Вот один из повод, значит, предыдущего сюжета Это был суд, да? Причем суд над Навальным, надо сказать Он, ну, достаточно раскрученный И, пожалуй, что даже более раскрученный Чем суд над Ходорковским По крайней мере, в России Хотя мы были на суде И многие были на суде Вот Над Ходорковским И там было полно камер, да? Но вот этот, наверное, все-таки Более раскрученный суд А вот тогда такой вопрос у меня А вот суд над кем мог бы быть Вот сейчас, в настоящий момент, очень попсовым Популярно Я имею в виду Популярно Ну да, попсовым в хорошем смысле Вот кого судить, чтобы сделать сенсацию Я не только оппозицию имею в виду Сенсационный Васильеву И вы правда действительно верите, что это может быть? У нас про Васильеву был, кстати, кстати, ролик Христа Радина Давно это в конце Женька Сердючка Она как бы была Персонаж Давно Вы же не хотите, чтобы Вашу программу сразу закрыли Поэтому я, конечно, не буду говорить о том Давай, давай, говори Попсовом персонажа, которого можно судить Да, это вызвало бы интересную реакцию Я же сказал, не буду говорить Остренько Обама, Обама, я думаю Ладно, господа, мы обсудили А, кстати, знаете, кого затмил по-настоящему суд над Навальным? Не путинскую линию, я считаю Он Ходорковского затмил Это правда Да, да, я как раз сказал В какой-то степени затмил Да, действительно Обсудили, как делать шоу из суда, из преступления А нам еще вот показали, это сильная новость недели Как делать шоу из наказания Я имею в виду, значит, Рамзан Кадыров на ринге Научил, как работа, любить своего министра спорта Все были довольны Вот у меня, кстати, вопрос Здесь сидит, действительно, специалист Пожалуй, самый авторитетный комментатор бокса Владимир Генлин-старший Быков-старший, вот Понял Ну, правда, младший Владимир Генлин тоже здесь И тоже комментатор Да Вот И вот у меня, действительно, вопрос такой Что-то, смотрите Ну, вот, скажем, боксеры тоже могут быть политиками Там, ну, Кличко чуть было не стал Николай Валуев Мэром Киева Валуев депутат Вот вы себе представляете, боксера Который бы, ну, став политиком или каким-то администратором Мог бы, ну, как бы, выяснять отношения с подчиненными таким образом Ну, что, я, например, наконец-то понял, что такое ручное управление Когда посмотрел, как Кадыров разбирался А, кстати, как вообще, ну, с точки зрения техники, как это было? Ну, можно придраться, конечно, но не в этом дело Они будут счастья, но увидят Осталось Микрофон Оба хуже, как говорил товарищ Сталин Речь идет о другом Мне, вообще-то, понравилось Может, это надо распространять на другие регионы Почему нет? Единственный только недостаток, что придется много тратить сил и денег на то, чтобы обзавестись травмпунктами при администрациях и так далее А вообще, это хороший способ А главное, очень доходчивый А вообще, с точки зрения серьезного спортсмена-боксера, это, ну, как, реально вообще? Выиграть у Кадырова на его поле? Нет Это нет, вот вопрос теперь к молодежи Нет, подожди, Марадона, например, Марадона Марадона не выиграла у Кадырова на открытии Ахмата Аренов Ничего, они сыграли, да Нет, кстати, действительно, очень серьезный вопрос Есть ли такой боксер, который мог бы приехать к Кадырову и его урыть на рынке? И уехать Есть так? И уехать, да И уехать живым здоровым Давайте Это вообще самый, конечно, очень важный момент, чтобы уехать Вот-вот-вот Нет, ну надо еще осмелиться В принципе, как ты считаешь? Есть такое? Ну, я думаю, что есть немало боксеров в мире, которые могли бы свести бой в ничью А вот если один известный каратист приедет в Грозный и вступит в спарринг с вот этим самым боксером Джеки Ча? Рыба! Обсуждали Нет, который... дзюдоист, то есть, прошу прощения, дзюдоист А вот кто из них победит Это как, кто победит, кто налетит Это как победит, кто победит, кто налетит Можете сказать? Это зависит от того, на какой площадке это будет происходить Да, ехать А, туда? Российская площадка Думаю, без вариантов Знаете, о разнице площадок Один раз я ехал в поезде из Крыма в Москву И ко мне на станции Мелитополь в вагон внесли два тела, в купе внесли два тела в гипсе На которых были олимпики с надписью Армения, они были, ну, просто ни на что не похожи Потом мне объяснил их тренер, что это чемпионы мира в своих весах По боям бесправил панкратион в клетке, которые зашли в Мелитополе на танцы И дрались по версии завода Шайба У меня вопрос ко всем Мало кто сомневался, кто победит, значит, в бою президента и министра А есть вообще человек, который способен достойно в этом упражнении противостоять? Кадырова, Ирина, у меня же вы же были министром, вице-премьером У меня вопрос же, вот как бы вы выступили в этом? В такой ситуации А, ну, я айкидошник Айкидо? Поэтому, айкидо, я бы не допустила этой ситуации Но если деваться было некуда, тогда убивать О-о-о То есть не то, что, не то, что, не глаза выцарабывать? Не спорт и мир, да? Нет, убивать, все, с Кадыровым только убивать Нет, ребята, а у меня вот такой вопрос Я сейчас живым не уйдешь У меня вот такой вопрос Если подобное выяснение отношений, способ выяснения отношений Более или менее находится в рамках, да, вот Понятного для сознания министра спорта То как быть с министром культуры? Ну, министр культуры готовится, видимо Перепеть, значит Нет, сейчас на очереди министра труда Там, видимо, лопатами будет что-нибудь такое Перепеть А с министром образования диктант себя тут писать Ну что же Диктант без правил Ну что же Ну, вот смотрите, я вообще-то, честно говоря, действительно Ну, не ожидал, что вот в этой аудитории Кто-нибудь всерьез поддержит методику Рамзана Кадырова Ну, кроме господина Хорошего Петюня, давай что-нибудь ударное Бля, мажор Физическому наказанию Министра спорта Чеченской республики Посвящается Пойдем, выйдем На жалость давит Петюня Тихонов Трудно министрам В чеченской столице Могут побить Невзирая на лица Скажем, недавно Кадыров Рамзан Лично министра При всех наказал Встреча могла Завершиться иначе Но не давать же Кадырову сдачи Главный урок В министерской борьбе Сдачи не надо Оставьте себе Я побью тебя Стрелочник Я побью тебя Стрелочник Я побью тебя Стрелочник Я побью тебя, стрелочник, этот пример для России наука, цвету воспитывать с помощью хука. Если бы наш выступал в кимоно, это бы самое было оно. Как бы он врезал строителям сути, как бы Чубайса мутузел короче, как бы воскликнул, учитесь с очки, с кудриной пяткой сбивая очки. Я так и вижу президента Татани, услышав Хаджиме, проводит молниеносную атаку под девизом Я побью тебя, стрелочник, я побью тебя, стрелочник, я побью тебя, стрелочник. Я побью тебя, стрелочник, это примета российского цикла. Бьет, значит, любит, отчизна привыкла. Проще ждать помарданте-то-тет, нежели следственный сдать комитет. Как бы мы все, уроженцы России, хором восторженно заголосили. Если бы тот, кто стоит во главе, бросил нам полку, а может и две. И все вместе с чувством головоколого творения. Я люблю тебя, палачник. Я люблю тебя, палачник. Я люблю тебя, палачник. Я люблю тебя, палачник. Палачник, я... Скажите, ко всем, конечно, вопрос. Какие еще экзотические наказания можно придумать в помощь нашей власти? Ну, не воды выпить, конечно, так, пять литров, но... Чайку, 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 чайку. Было такое наказание, кстати. Чайку. На работу брали, быстрее ест, это я помню. Чтобы чаю много выпить, никто не может придумать экзотическое наказание. Ну, что еще в России можно бояться, кроме тюрьмы? Владимир Владимирович сказал же, что, как известно, как же он высказался, что всю водку не выпьешь, но стремиться надо. Это наказание? Это как раз. То есть наказание... Вот, кстати... Ты ханжа! Ну, слушайте, я сижу, я между двумя трезвенниками сейчас просто могу желание загадать, поэтому для Владимира Владимировича, например, и многих людей из его окружения, вот Сергей не даст соврать, выпить водки – это наказание, конечно. А трезвенников ты имеешь в виду Носика и Аль Васильева, да? Я не понимаю, ты демократ или нет? Я, кстати, считаю, крайне неудачная шутка, Владимир Владимирович. Вот, в принципе, ну, известно, что я поддерживаю Владимира Владимировича. Это неправильная шутка. Знаете, потому что водка... Вы смело, серьезно? Потому что лучше виски. Да, ничего, ничего. Водка, серьезно говорит, главный убийца русского народа, а в доме повешенного не взяв шутить о веревке. А вот, кстати, интересно, что окружение Путина не сможет это принять за руководство к действию? То есть народ, может, не хочет всю водку выпить. Ну, это шутка, наверное. А будут стрелять... Ну, извини. А вот, между прочим, Сергей же подтвердил то, о чем мы говорили в самом начале программы. Вот, главного нашего выступления – это фон, на котором люди продолжают пить водку. Знаете, была такая даже... Я прошу прощения. Что тут все о водке? В обществе многих... Вы меня волнуете. Нет, ребят, был вопрос такой. Какое экзотическое наказание? Я знаю. Мы это начали с Васильевым. Я знаю. Какой приговор? Знаю. Назначить преемником. Мне кажется, это страшное наказание. О-о-о! Мне кажется, обещать мощное. Да. То есть мне кажется, что если... Приговор, да. Действительно, Путину не очень нравится художество Рамзана Кадырова, а, по-моему, не очень ему нравится, он должен объявить его своим преемником. А потом народ за него проголосует. Голосует. И плохо будет всем. Нет. А он будет смеяться и радоваться. Паша, это прям страшные вещи. Паша, страшные вещи. Ребята, а мне кажется, сейчас наказание новое для всяких миллиардеров и так далее. Это депутатам. Это же сразу... Да. Бизнес нельзя. Паша, наказывали, да, тоже. Значит... Креатив пошел. Ну, представляете? Пожалуйста, еще... Сейчас дать нужно все это. Еще один приговор. Если говорить серьезно, мне кажется, самым страшным наказанием было бы заставить всех жить по нашим российским законам. Всех. Ну, это мы киавели, это мы уже знаем. Что-то многих по закону... А еще лучше на зарплату преподавателей и учителя. Уже наказан, Васильев, наказан. Ну, смотря какие преподаватели. Не хочет. Мне кажется, вышел коза... Российского. Я живу, наверное, по российским законам, отлично себя чувствую. Я даже... Если телевизор не смотреть... Значит, я оглашаю приговор. О! Реклама. Короче. Да, Быков, с тобой хорошо вместе пить... Чай в Лондоне. Значит, приговор окончательный, обжалованию не подлежит и вступает в силу с момента оглашения. Вы приговариваетесь к просмотру рекламы на телеканале «Дождь». Продолжение следует...